Я был удостоен чести Присутствовать на историческом событии Почему историческом? Потому что прорыв нашей винодельческой продукции Последний кто по-серьезному совершил Это был Лев Сергеевич Голицын и его зять Петр Николаевич Трубецкой Который еще в 1889-1901 годах Петр Николаевич вином Рейслинг-Рейнский Со своего имения на Херсонщине взял гран-при в Париже Удивив всех, что с немецкого сорта Рейслинг Который произрастает на юге Украины Можно получать прекрасное вино Которое получается лучше всех на то время было И Лев Сергеевич Голицын в 1901 году Это знаменитая эта история Когда он поразил всех И самые искусные виноделы Не узнали в шампанском Посчитали, что оно французское Ну, а Лев Сергеевич объявил, что это С нового света, с его имения Значит, шампанское, с виноградника Который рос в Крыму Значит, на сегодняшний день Вот у нас есть ряд общественных организаций Ну, одна из наиболее крупных Которая там еще от главплод Винпрома Ведет историю Советского Союза Значит, на базе ее, которая еще осталась Значит, это Укрвенпром Туда входит очень много предприятий Винодельческих и виноградарских И вот специалистами этого объединения Ну, частично при поддержке Министерства аграрной политики Украины Частично при поддержке Совета объединений Потому что это все-таки такая больше Получается труд коллективный Значит, каждый поставил немножко свое плечо Ну, в целом получилось то, что Договорились они с международной организацией Винограда и виноделия Это самое известное в мире Значит, куда входят практически все страны мира Несмотря даже на то, что растут ли там виноградники Или не растут, производят вина или не производят Но более-менее развитые страны Хотят все там участвовать Для того, чтобы и знать ситуацию И влиять на нее Значит, как и в производстве вина Так и в ценовой политике В распространении и так далее И планировании Значит, договорились, что Будет представлены лучшие Одни из лучших Значит, образцы винодельческой продукции В том числе и коньяк, и шампанское Значит, и вина сухие, и вина десертные Производство украинского Ну, оценены ихними специалистами И часть этой продукции Будет заложена в хранилище Международной этой организации Значит, я еще раз повторяюсь Это все-таки историческое событие На него были приглашены Ну, как и посол наш, естественно Украины, во Франции Ряд представительств посольств Зарубежных государств Значит, торговцы вином были приглашены Были приглашены, приняли участие Также и коллекционеры Которые вин, которые имеют Мировую известность Значит, ну, все-таки Само событие, которое произошло 27-го числа Значит, оно произошло По нашим меркам Без сучка и без задоринки Значит, причем не только по нашим меркам А очень высокую оценку Именно самого процесса Как мы это представили Как провели конференцию Демонстрировали фильм Значит, закладывали эту продукцию И так далее Значит, очень высокую оценку Дал и генеральный директор МОУ Федерико Костелуччи Значит, он также сам принимал Очень активное участие Оценивал вина Дегустировал И дал им также очень высокую оценку Причем В связи с тем, что уже практически Мы имеем договоренности С Европейским Союзом И в связи с тем, что мы уже Самый больной вопрос виноделии Это вопрос географических названий Практически уже мы договорились Значит, нам дают право Использовать названия На внутреннем рынке, естественно Названия шампанское Названия коньяк Названия ряда вин Которые имеют в себе В названиях географическую местность Это Мадера, Херес И так далее Значит, кроме Кагора Нам разрешили С момента подписания 10 лет Адаптационного периода Значит, это вполне, я думаю Будет достаточно Тем более, что даже на сегодняшний день Уже у нас такие ведущие предприятия Как Артемовский завод Шампанских вин Практически Новый Свет Они уже практически на внутреннем рынке Отказались от этих названий Значит, почему? Потому что продукция их Узнаваемая даже по названиям Самих предприятий Артемовск По названию Нового Света Уже никто там не ищет Или это называется шампанское Или это будет называться там Спакенвайн Как идет на экспорт Или там шипучее вино Люди видят, что это продукция Они уже ее знают Узнают Значит, ну я думаю То же самое Будет постепенно происходить И с коньяком И с названиями вин Другими Значит, что касается Кагора Вообще есть договоренность Что его оставляют нам на постоянность Мы имеем право использовать Значит, таким образом Я вот лично Как тоже специалист Этой отрасли Я оцениваю То, что произошло У нас в четверг прошлый Значит, это все-таки Исторический факт Историческое событие Извините, да И оно будет оценено Тем более, что Ну я думаю На этом мы же не остановимся В любом случае Наши производители Теперь, имея Уже, так сказать На вооружении Этот факт Это событие Значит, будут его развивать Доводить до сведения Значит, я думаю Это в первую очередь Будет способствовать Популяризации Этой продукции На внутреннем рынке Значит И, конечно Самое, что Хотелось бы Все-таки Чтобы наши Вина Коньяки Шампанское Которые В принципе Были оценены И Ну я не буду Так говорить Что они там Лучше французских Или еще Почему? Потому что Обобщать нельзя Есть марки И во Франции Среднего качества Есть и высокого качества То же самое У нас есть Но тем не менее Они могут Занять достойное место Для Такого Выбаглого Потребителя Как Франция Там Италия Испания И так далее Займет место И наша продукция На их полк Игорь Николаевич Продукция Каких предприятий Была презентована В Париже Значит Продукция Из шампанских Это Артемовский завод Шампанских вин Из коньяков Это На Херсонщине Есть такой Таврия Предприятие И В Закарпатье Ужгород Это Ихние коньяки Были Значит Из Десертных вин Естественно Массандра Значит И Из Сухих Вин Сухие Марочные Сухие Ординарные Это Инкерман А почему Продукция Других Предприятий Не поехала В Париж Ну Во-первых Есть Такой Нюанс Что Организатор Укр Винпром Естественно Он давал Предпочтение Тем предприятиям Которые Естественно Входят В эту Организацию Укр Винпром Но Это Их Право Это Это В принципе Правильно Значит Ну Во-вторых Ну Невозможно Объять Необъятное Правильно Если Это Не так И дешево Все Получается И Да и хлопотно Вести Поэтому Начали с Маленького Шага Я думаю В самое Ближайшее Время Главное Что Мы Начинаем Протаптывать Тодотропку Значит Естественно Я не могу Сказать Что это Лучшее Что у нас Есть Я сказал Одно Одни Из лучших Так же Я Ну Как Как Говорить Что Новый Свет Допустим Может Уступать Артемовскую Мы Не можем Это Говорить Потому Что И там Классика И там И там Технология Высококлассная И там И так Далее Мы можем Шампанское Разделять Только Классическому Способу И Акратофорному Значит А то Что Это Уже Классика Это Есть Классика Значит То же Самое И Сухих Вин У нас Прекрасные Есть Предприятия В Одесской Области Масса Их Тем более На сегодняшний День Одесская Область У нас Больше Половины Всего Вина Производят На Украине И Ну Если Называть Это Своими Именами Но Тот же Колонист Тот же Шабан Они Он уже Себе Пробил В Лондон В Лондоне Торгует Своим Вином Это Тоже Показатель То есть Это Не единственное Что мы Делаем Каждый Себе Тоже Протаптывает Но Все Таки Консолидация Усилий Она Более Эффективна Это Показал На прошлой Неделе Показало Это Виктор Николаевич Кроме Тех Итогов О которых Вы Рассказали И Кроме Признания Представителями Украинских Вин Что С практической Точки Зрения Еще Получит Наш Производитель Откроет Ли ему Двери На Рынок Европы Ну Наш Производитель Уже Вот этим Мероприятием Которое Прошло На прошлой Неделе Он Получил Свою Колоду Козырную Карту И Причем В виде Туза Значит И Я думаю Что Аргументы Которые Обычно Менеджеры Приводят Чтобы Убедить Покупателей Брать Свои Вина Значит У них Намного Пополнились Довольно-таки Вескими Аргументами То есть Ребята Мы Были в сердце Франции Мы были в Самого Изощренного По вкусам Потребителя Самых Высоких Ценителей Этого Продукта И Имели Достойную Оценку Поэтому Обратите На нас Внимание Я думаю Следующий Шаг Будет После того Как мы Там Побывали Значит Теперь Мы должны Организовать Презентацию Этой же Или дополнительной Еще Продукции И уже Под флагом Тем Что Вот у нас Это было Теперь Приезжайте К нам Мы вам Это На местах Покажем Значит А по ходу Развития И туризма Винного И так далее И тому подобное Но первое Что Конечно Хотелось бы И нам Как мы Министерство Аграрной Политики Значит Мы хотим Чтобы было Мы Пытаемся Сделать Комфортные Условия Для производителя Чтобы ему Было Комфортно Производить Свою продукцию Естественно Чтобы Она Имела Конкурентную Способность Как на Внужденном Так и на Внешних Рынках Поэтому Это Один из Шагов Для ее Продвижения Приехав Из Самого Сердца Мирового Виноделия Как вы Подчеркнули Не возник Ли Желания Ускорить Реформу Отечественного Нашего Виноделия В плане Приближения К микровиноделия Естественно Ускорить Желание То есть Оно и было Без поездки Туда Почему Потому что Мы как Специалисты Прекрасно Понимаем Что В развитии Сегодняшнего Что такое Вино Вино Это Продукт Местности Так сказал Еще Лев Сергеевич Голицын Да так Еще Говорили И в Древнем Риме И до Рима Вино Как Продукт Человеческого Питания Десятки Тысяч Лет Значит И На Сегодняшний День Мы Все-таки Хотим Сделать Условия Комфортные Для Развития Именно Микровиноделия Для того Чтобы Действительно Прививая Культуру Питья Мы В первую Очередь Мы должны Людям Объяснять Что Значит Каждый Продукт Вина Несет В себе Именно Не только Традиции Но и Какие-то Химические Показатели Той местности Откуда Он Где Его Произвели Значит И Вот Эти Компоненты В целости В комплексе Создают Именно Свое Своебразие Этому Продукту То есть Вино Кабарне Допустим Скачинской Зоны Совсем Отличается От Вина Кабарне Которое Допустим На Юге Одесской Области Сделано И так Далее То есть И этот Человек Должен Понимать Он Должен Пробовать Он Должен Сравнивать Найти Найти Любимое Свое Вино Но В то же Времени Отказываться Что нам Это мешает Мы об этом Уже с вами Говорили Всего Нам Сделать Изменения В законодательстве Значит Где говорится Что 500 тысяч Заплати Гривен И имеешь Право Тогда Продавать Свое Вино Ну Если я Маленький Производитель Произвожу 10 тысяч Бутылок Естественно У меня 50 гривен Ложится На одну Бутылку Я Станусь Абсолютно Становлюсь Неконкурентно Способным С тем Кто производит 10 миллионов Бутылок Которые Ложатся Всего На всего 5 копеек Этих Расходов Значит Это надо Однозначно Ну Желательно Было бы Убрать Потому что В мире Нет Такой Правки На сегодняшний День Все Что Могло Министерство Она Сделала Значит Вот уже По второму Кругу Значит Мы Уже Положили Получили Даже Положительный Высновок Минюста Что В принципе Мы Ничего Тут Не нарушаем Не уменьшаем Доходную Часть Бюджета И так Далее Значит И были Готовы Отправлять Кабинет Министров На рассмотрение Последующей Подачи В Верховную Раду Значит Но Поменялись В некоторых Министерствах Министры И сейчас Мы Дополнительно Разослали В Эти Министерства Где Поменялись Министры На перепогоджение И уже Без Высновка Минюста Вот сейчас Мы дождемся Когда они Нам Их Пришлет И уже С тем Старым Высновком Минюста Мы посылаем В кабинет Министров В надежде Что он Нас Поддержит И Этот законопроект Будет Дан На рассмотрение Нашим депутатам